Разбежавшись, прыгну и полечу. Голубцовские склоны – одно из немногих в Алтайском крае мест, где могут проявить себя парапланиристы. Дело в ветре, которое в это время года дует навстречу и помогает аппарату подняться. 30 пилотов из Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Тольменки и Новороманова соревнуются в точности. Цель – вот эта мишень, вытоптанная в снегу. Планерному движению на Алтае уже больше полувека. Начинались дельтапланов. Эти редкие кадры, снятые на этих же склонах 45 лет назад, запечатлели одни из первых соревнований. В новейшее время на смену громоздким конструкциям пришли легкие, почти невесомые парапланы. Правда, с ними тоже приходится попотеть. 15 секунд спуска и после этого минут 15 подъема. Стоит полет, чтобы потом вот так карабкаться? Я, поверьте, стоит. Вот сейчас поднимаюсь, а сам думаю, скорее бы, чтобы снова слететь. Пилоты говорят, на первый взгляд управлять летающим крылом легко. У тебя под руками две стропы, тенешь ту или другую и летишь влево или вправо. Опасность подстерегает, когда забываешь про нюансы, а их множество. Можно сорвать купол, то есть затянуть клеванты, то есть сорвать, залететь куда-то в роторную зону, там где турбулентные потоки. Ну, столкнуться с кем-то. То есть всякое бывает. Но, как правило, это очень редкое исключение, чем правило. Зато, говорят спортсмены, если четко следуешь всем правилам, удовольствие от полета получаешь ни с чем не сравнимое. Кстати, вполне доступное всем желающим, если решится потратить около двух месяцев на обучение и от 50 до 200 тысяч рублей на сам летательный аппарат и экипировку. Ну, а тех, кто эти соревнования пропустил, организаторы приглашают в Солоновку, что в Алтайском районе. Там летать на пара, мото и дельта планах будут, начиная с марта и вплоть до начала зимы. Пилья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.